Буги-буги 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 Мы любим буги-буги, да сын буги-буги, да с детей Мы любим буги-буги! Добрый вечер, Москва! Добрый вечер, уважаемые зрители этого центра! Добрый вечер! Добрый вечер! Стиляги это слово придумал журнал «Крокодил», юмористический, коммунистический журнал, чтобы их опозорить. И сыграл им на руку, потому что под словом «стиляги» они дошли до сегодняшних времен. Вот самое удивительное, что стиляги появились еще во времена Сталина, представляете? Еще существовало страшные времена, когда люди боялись не то что говорить, а думать. И вдруг появились вот эти пестрые люди с коками в дудочках, которые выходили из дома и шли по улице, по которым перла одноцветная толпа в синих китайских костюмах. А вот конкретные места в Москве, где собирались стиляги? Те, у кого были носки в синюю полоску, они сидели на площади Пушкина. А те, у кого были оранжевые носки, я не помню, они сидели туда ближе к Большому театру. Почему-то было такое разделение, это были разные команды. Надо сказать, что задача любого стиляги была попасть на Бродвей, то есть на участок Тверской улицы от площади Пушкина до Центрального телеграфа, потому что на этом пятачке стиляг не трогали. Там каждый второй был КГБшник. Это было их место. Их там пасли. Удобнее всегда держать инакомыслящих в одном месте. Поэтому их там не трогали, а вот добраться до туда, вот герой мой, которого сыграл Антон Шагин, Мелс, в стилягах, в стиляге поражается, что он приехал в стиляжной одежде. Потому что это надо было выдержать страшные испытания, косые взгляды, я не лягу под стилягу, плевки в спину и так далее, и так далее. Судьба стиляг, в общем, была трагична многих. Некоторые из них замечательно дожили до наших дней. Ну, известно, что Юлиан Семенов был наш детективчик с стилягой. Морягин, народный артист, режиссер замечательный был с стилягой. Генерал милиции Хруцкий был записным с стилягой. Генерал милиции. Потом стал генералом, наверное. Сначала был просто стиляга, вырос в генералах. Он познакомился, будучи стилягой, познакомился близко с милицией и потом сам стал генералом. Вот. А многие люди так и сгинули в местах не столь отдаленных, просто за то, что они надевали другую одежду и делали себе другие прически. И хотели быть не такими, как все. Хотели быть не в толпе. А сейчас хочется поинтересоваться у нашего стилиста Евгения Трефилова, готовы ли наши модели. Он нам показывает знак «Да». Знак «Вот так». Совпадает это с тем образом? Думаю, что «Да». Это верный волчий билет и исключение из института. Понимаете, что вам теперь грозит? Надо искать свободу. А он готов искать свободу. Виктория, ну и как вам впечатление? Мне понравилось. Вы готовы так экспериментировать и быть такой каждый день? Нет, я думаю, не готова. Настолько нет. Иен, просто на самом деле это страшные жертвы, это ужасные жертвы. Это ломаные волосы, это залитый лаком. А еще, по всему прочему, женщины в то время подкладывали туда, вовнутрь, в консервную банку. Затягивали ее волосами и потом заливали все это лаком, потом с трудом все это вычесывали, расчесывали и ходили, по-моему, неделю. Очень точная французская поговорка, pour être belle, il faut souffrir. Для того, чтобы быть красивым, надо страдать. Так что пострадайте ради красоты такой неземной. Женя хочет дополнить образ Виктории. Сейчас он делает что-то, мастерит своими руками с галстуком. А Виктория в этот момент сказала мне, что, говорит, мне жалко волосы, как я ее понимаю. А то сейчас вся страна любуется вашей прической. Это уже пошло в 60-е, то есть это был переход в 60-м. Евгений, браво, спасибо вам большое за ваше высокое искусство. Спасибо вам большое. Спасибо Жене, спасибо Виктория, спасибо Павел. Вот за это время рок-н-ролл изменился? Со времен стиляк? Ну, конечно, с тех времен 50-х. Катастрофия полностью изменилась, потому что у нас вообще была очень тяжелая с Валерой ситуация, когда был написан сценарий, были отобраны актеры, и вдруг выяснилось, что у нас нет музыки. Потому что музыка рок-н-ролл 50-х годов, он нам не интересен. Для скованной одной цепью оказались интересны. И просто картина остановилась на полгода и была на грани закрытия, пока вдруг Женя Маргулис не принес такую мысль сделать рок-н-ролльные чистые аранжировки роковых песен русского рока «Начало перестройки». Что главное в русском роке «Начало перестройки»? Это бешеная энергия пробивания, бешеная энергетика. И после этого стало понятно, что картину многие воспримут в штыки, но она будет драйвовая, там будет драйвовая музыка, и там будет энергия, которая была во времена стиляк. Юрий, а ведь многие песни запрещали, и в частности «Черный кот». Почему это происходило? «Черный кот» — это пережиток старых верований, это, о господи, как это называется-то? Суеверия. Суеверия, да, суеверия, которых у советского человека быть не должно. На сцене режиссера сценариста кинофильма «Москва. Любовь моя», истинный поклонник творчества Чака Берри и Элвиса Пресли — Джем Шеридс! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok